А как в принципе себя чувствуете конкретно после Москвы в Батуми? Дышится легче? Конечно. Но я скажу, я был в Стамбуле, я ходил в метро и думаю, о, метро, толпа людей, как классно. Приехал в Батуми и думаю, ой, как здесь неактивно все. То есть на фоне иногда устаешь от большого города, хорошо в Батуми, а иногда наоборот в Батуми все-таки небольшой город. И на фоне Москвы, Стамбула потом очень большая разница. А если относительно инфраструктуры? Тут даже сравнивать нечего. Как бы, ну, Батуми небольшой город. Все равно, как столичному жителю, вам наверняка чего-то не хватает. Хватает мне, скажем, чистоты. Сразу скажу, я очень люблю чистоту, не хватает чистоты здесь. Просто вот даже выйти, там выходишь с Орби, я живу в Орби, и там как бы стоят баки мусорные, там вокруг мусор валяется. В Стамбуле точно чище, когда даже где корабли ходят, где вот Босфорт пролив, там прям как бы чай и вроде и вода такая. Там не купается, но вода видна, интересная, вот, дно видно, скажем так. Ну, конечно, там по-любому тоже есть мусор, как бы не самое, это потому что мегаполис. Ну, а здесь сервис, он не соответствует вообще заявленным ценам. Я как бы не турист, а здесь живу. Сервиса отчасти 90% заведения нет. Деньги, они, да, берут как бы сейчас еще на фоне рубля падающего. Несоразмерные. Не скажу, что дорого, но просто несоразмерные. В плане развлечений здесь в Батуми вот только, видите, набережная, только аттракционы, какие-то вот штуки и там подобное. Там где-то есть около порта еще такие водные истории более. Ну, это тоже так, если на два дня приехать, на три, ну, это будет прикольно, да. А с каким сервисом сравниваете? Москвы, например, даже. Ну, Стамбул тоже там невозможно их сравнить, Стамбул совсем другой сервис. Москва. Бывало, сталкиваюсь много, жил в кафе, ресторанах и подобное. То есть я приехал, и как бы я не был раньше в Грузии. Я думал, у меня было какое-то прогрузинское, как называется оно, грузинское гостеприимство. Нет его, нет его. Как бы люди нормальные. Они как бы нормально, то есть тебе равнодушно, в принципе, ну, приехал, как бы, да. Если ты деньги выложишь, то тебе будет какое-то, может быть, будет отношение нормальное, там, сфер какой-то. А так, в принципе, сервиса нет. Здесь в Батуми подадим, как бы, я думаю, будет еще работать, может быть, много лет еще. Нет такого, что турист пришел, ушел и все, как бы. У них нет такого, чтобы люди постоянно к ним возвращались. Они не заинтересованы, наверное, либо этого не понимают. Работы на возвращающегося туриста. А в Турции там ведь как раз именно таким образом и работают. Некоторые, может, скажут, что там, как бы, немножко лукавят. Мне зашло. А тут сейчас снимаете? Снимаю. Хотели бы свое? Нет, нет. Нет, я, как бы, я знаю, сейчас идет какой-то определенный тренд на инвестиции в Батуми. Но я просто понимаю, например, я живу уже, как бы, какое-то время, около года, именно в Орби-Сити. Я понимаю, что, например, если бы я хотел бы здесь жить, ну, или какую-то инвестицию вкладывать, я бы хотел вкладывать то, что хотел бы я сам заехать. Чтобы человек, ну, мне бы сложно было, я бы купил бы квартиры, которые, понимаю, ну, не совсем соответствуют. Можно это каким-нибудь другим словом обозвать. Не соответствуют, и, типа, ай, ну, я все равно вложил, а другие будут здесь жить. Так неинтересно, плюс я вижу, что много строится рядом с Орби-высоток. При том, что наполняемость Орби там может быть где-то сейчас 50-70%, в лучшем случае. А куда эти высотки будут заполняться просто? И плюс к тому же здесь город сам не рассчитан на такое количество туристов. Если вечером выходишь, сколько сейчас туристов, их, в принципе, немного, но ты не протолкнешься. Если их будет, скажем, еще в два раза больше за счет жилья, тогда не знаю, что здесь делают тогда вообще. То есть мы будем просто как зомбики такие в метро стоять, так потихонечку двигаться и все. А кроме Орби успели где-то пожить? Нет. Ну, у меня есть, как бы, разные кейсы, знакомые, там, подобное. Да, когда была волна, цены задрали. Сейчас спускает, потому что, в принципе, релакантов очень много уехало. Либо обратно, либо куда-то дальше. Сейчас спускает цены, но... В Орби, говорят, это один из самых худших жилых комплексов в Батуми. Знаете, в чем дело? В плане худших, там можно просто смотреть, с чем сравнивать. Мне комфортно, да, там слышимость есть. Но я, например, самый громкий на этаже, поэтому мне, как бы, слышимость... Это кому-то, да, доставляет дискомфорт, когда я музыку слушаю. Когда я выхожу из лифта, и у меня музыка через 10 номеров играет, я ее слышу. Ну, мне, как бы, нормально. Я понимаю, что... Ну, плюс... Привет, плюс. Вот. А вопросов, да, много есть. У них получается, что иногда вырубали свет на целые... На целые сутки. А здесь все в Орби от света работает. И отоп... И кондей, там нет отопления, скажем так, как в России. В холодных странах, скажем так. Но много к чему вопросов. А Орби выбрал, потому что весь... Весь плюс-минус старый фонд, я понимаю, не сильно пригоден для жизни. Который старый город, там подобное. Там есть тот же Магнолия, там проблемы, скажем, с плесенью есть и тому подобное. И я просто выбрал новое. Я понимаю, что через год-два там уже не новое будет. Потому что оно все очень некачественно сделано. Но я просто сделал выбор, потому что мне нравится, что оно новое. Как в плане качества, да, там вообще как бы вопросов много. Новое мне было, нужно было, скажем так. Мне интересно было. А за сколько снимаете? Сейчас 450. Это студия? Да, самая большая студия, в ней сезон 400, но, соответственно, я буду испускать тоже цену. То есть, как бы, я напрямую снимаю. Да, некоторые задирают там 700, 1000, но это все зависит от того, как... Я приехал просто сначала, с одним поговорил, он говорит, вот, 450, там какая-то маленькая студия была тоже в Орби. Типа, это самая низкая цена. Я пошел, у другого узнал. Он говорит, а, уже 400, такая же студия. Я говорю, о, окей. Я пошел еще к третьему узнал. Там уже больше студии, уже 400. Хотя он сначала хотел 450, а я говорю, нет, 400. И мы, как бы, договорились. То есть, и сейчас, сейчас будут цены спускаться, в принципе, потому что нет столько потребителей этого жилья. В принципе, я тоже не планирую оставаться в Батуми. Куда планируете дальше? Скорее всего, Стамбул. Почему? Ну, потому что мне так понравилось, я соскучился по большому городу. В Батуми было хорошо, после Москвы перезагрузиться. Но скучно, скучно, скучно. Вот и все в Батуми. Но там за 400 будет что-то на окраине. Ну, это мы же решим. Скажем так, это к одному сходить 400, ко второму. А потом, как бы, точно всегда находят. Если что, обращайтесь. Помогу с Стамбулом. Отлично. Рада была пообщаться. Хорошо, очень приятно.